Много-много случаев таких было. Смотрите, женщине предлагают, ты отличная руководительница, повышаем тебя в должности. Сердце чувствует не надо у женщины. Не надо ни в коем случае. Ни в коем случае, потому что увеличение ответственности в жизни женщину плющит. Вот нашлась я работу, хорошо работаю, все получается, все классно. Все, не надо дальше туда. Оставьтесь на этом уровне. Не надо никуда лезть выше. Или кандидатскую напишал, а легко руководители говорят, давай докторскую. Что-то внутри напряглось. Не надо докторскую. Понимаете, о чем я говорю или нет? Женщины, у вас другие цели в жизни. Вам не надо все выше и выше и выше. Это не ваша цель в жизни. Слушайте меня внимательно, зачем вы родились женщиной. Слушайте внимательно. Есть два типа рождения. Один тип рождения предназначен все выше и выше и выше. Мужчина сам развивается, всех развивает, всех за собой тянет и побеждает. Такой тип рождения. Но в следующей жизни он будет отдыхать. Нужен полноценный отдых. Что такое отдых? Больше счастья, больше любви, больше заботы, больше отношений, больше спокойствия в жизни. Никуда себя не тянуть. Вот природа женского рождения. Оно как поле на пару, которое их не засевают. Чтоб оно накопило силы. Женщина не только сама копит силы. Она силы дает всем. И мужу, и ребенка рожает, ему дает силы. Она копит сама силы, отдает всем силы. Поэтому, мужики, не насилуйте своих жен, заставляя их идти на работу. Дайте ей возможность быть счастливой. Не издевайтесь над ней. Не завидуйте женскому рождению. Чуть-чуть подождите, будете получать женское рождение. Если мужчина гнобит жену, давай работай, больше делай. Вставай пораньше, будем йогой заниматься. Она говорит, я спать хочу, вставай пораньше. Означает, вы завидуете ее женскому телу. Женское тело предназначено для счастья. Для любви. Для спокойствия. Для того, чтобы всех вдохновлять вокруг. Для того, чтобы заботиться. А не для того, чтобы вперед, выше. Докторское, академическое. Зачем? Ну понятно, есть женщины, которым это вот так вот. Они уже были академиком в прошлой жизни. В этой жизни стать академиком ерунда. Но тогда нормально, я не про это. Я говорю про сверхусилия сейчас. Не нужны женщине сверхусилия. Она разрушает свои гормональные функции. Сверхмыслями о сверхусилии. Она разрушает свою жизнь. Становится некрасивой. Красивой, замученной, несчастной. Кому нужна несчастная женщина? Никому. Услышали? Нет? В какое тело попали? Надо же понять. Человек не сразу понимает. Разберитесь. Если муж говорит, иди работай. А он же не ставка. Если муж говорит, иди работай. А сам любит дома. Надо ему дать пинка, значит. Крепкий. Занял повернительную позицию дома. Мой дом, да. Я дома сижу. А ты иди работай, да. Знаете, что ни один мужчина не может быть крепче женщины. Потому что крепость характера находится в самой глубине характера. Мужчины в глубине рыхлые. У них характер подвижный. Он то туда меняется, то туда. Он может деградировать сильно, может возвыситься. Характер крепкий только у женщины. Женщина как скала внутри. Она неизменна. С ней ничего не сделаешь. Она очень твердая, крепкая и сильная внутри. Женщина сама в себе этого не знает. И мужчина в ней это не знает. Но когда женщина себя опознает, ни один мужик с ней не сможет соперничать. Шансов никаких нет. Вот этот внутренний психический цилиндр человека, он открывается полностью для вооруженного взгляда. Он открыт только в детстве и в старости. А в зрелости наружной, потому что человек очень много действует, у него много работы, поэтому у него наружный психический цилиндр очень силен в зрелости. Поэтому женщины в зрелости кажутся такими нежными, ласковыми. У них наружный психический цилиндр мягкий, подвижный, очень податливый. И она у себя такое воспринимает. Она такая мягкая, я такая слабая. Не трогайте меня. Но если вы хотите свою истинную природу, посмотрите на маленьких девочек. Можно с ними справиться или нет? У них твердый характер очень. Мальчик, ну, нет, нет. Мальчик в детстве. Как сопля. А девочка, она твердый характер очень. С ней ничего не сделаешь, она упрямая. По-своему всех строит. Так или нет? Теперь слушайте дальше. Давайте посмотрим на пожилых людей. Особая форма жизни называется бабки. Бабки – это особая форма жизни. Они такие, они всех строят, гоняют по подоконникам. Страшное дело. От этого смирения уже не осталось и следа. Теперь детки есть еще такие. Божьи одуванчики такие. Совсем согласные такие. Смиренные такие. Так или нет? Вот это истинная природа человека. Ее можно заметить еще, когда человек засыпает. Когда женщина засыпает, у нее взгляд очень такой насыщенный, твердый становится. Как он засыпает? А мужчина засыпает. Как он засыпает? Посмотрите ему в лицо, когда он засыпает. Вот это и есть ваш муж. А вы его боитесь. Не бойтесь. Что он вам плохого не может сделать? Если вы сами не боитесь, он тоже не сможет ничего сделать. Откройте свою силу. Женщина не должна гонять мужа по подоконникам. Когда женщина смиренно себя ведет, имея огромную психическую силу внутри, а мужчина крепко не имея, наступает баланс в отношении. Женщина уступает мужу по своей воле, а мужчина по своей воле берет ответственность. И тогда он становится крепче, она слабее. Наступает гармония. Не рубите мужиков.